Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам лайфхаки и фишки в игре Mobile Legends, которые упростят вашу жизнь. И начнем мы с команды. Если вы новичок, вам следует вступить в какую-либо команду и набивать очки активности. За каждые очки активности есть как гарантированная награда, так и вероятность получить определенную награду. Гарантированные награды вы можете видеть на своем экране и с вероятностью подсвеченные фиолетовым. Вероятность это защита команды из двух игроков и более, то есть участники вашей команды, если они играют с вами в лобби, только тогда она используется. Если вы будете играть просто с вашими друзьями, в таком случае она не будет использована. Ну и также билеты MSI можно получить. И вот немаловажная фишка, где можно поделиться, но не отправлять пост. Просто нажали кнопку поделиться, выбрали удобную для себя социальную сеть, удобную. Нажали поделиться и отменили. И игра засчитала, будто вы поделились. Далее мы перейдем к нашей сумке. Многие люди забывают о том, что можно использовать карточку двойных БО или карточку опыта. Все это вам нужно для того, чтобы быстрее получить боевые очки и, соответственно, опыт, если вы новичок, чтобы у вас разблокировались новые боевые способности. То есть вы используете любую карту. И вот у вас теперь есть карты на 4 победы. У меня уже закончились, поэтому мне надо еще использовать. И, соответственно, используя их, будете быстрее накапливать. И ваш лимит по получению боевых очков на неделю, он будет увеличиваться. Призыв Авроры. А именно, можно получить раз в 90 дней бесплатный скин. Ну, не совсем бесплатный, как бы вам нужны будут кристаллы Авроры или алмазы. Но это, скорее, гарантированный, да, не бесплатный, а гарантированный скин. Сейчас появилась функция, чтобы вас уведомляли каждый день нажимать на кубик, который будет давать вам плюс очко удачи. Каждый собранный очко удачи вам дает шанс на то, что у вас будет получен скин гарантированно. Соответственно, собираете 90 этих очков, и за одну прокрутку у вас будет гарантированный скин. Полезная вещь, если вы хотите себе побольше обликов накрутить. И у вас есть в распоряжении либо кристаллы Авроры, либо алмазы. Также немаловажная фишка с эмблемами. Если у вас есть только одна страница таланта, и вы видите, что нужно для следующей страницы таланта звездного участника, то нет. Можно нажать просто плюс и купить себе за билеты еще один слот. Соответственно, у вас теперь две страницы таланта, и вы можете настроить себя под любую другую способность таланта. Также вы можете подписать любую страницу таланта, чтобы вам было более удобно использовать. Ну вот мы и закончили с лайфхаками, и перейдем к фишкам в игре. Часто ли у вас бывает такое, что проходя мимо кустов, вас может подкрысить какая-нибудь Эйдора, Сайбер или кто-либо другой. Можно проверить кусты, не подходя к ним и не подставляя свою задницу. А именно, просто закинув какой-нибудь капкан пополей и купы, и вы увидите врага в кустах. И, соответственно, можете предпринять против него какие-то действия, либо убежать. Помимо пополей и купы, также это могут делать такие герои, как Кагура, Клауд, Ангела, Рафаэль, Эстес, Селена. Ну а также я уверен, что пропустил кого-то из героев. И, соответственно, если вы знаете еще каких-то героев, которые могут также обнаружить в кустах противника с помощью своих способностей, то пишите обязательно в комментарии. А следующая наша фишка будет связана с ультимейтами. Как узнать, что у твоего союзника есть ультимейт или его нет? И ответ очень просто. Вот этот индикатор сверху, который горит зеленым, он подсвечивает, есть ли ультимейт у вашего союзника или нет. Как мы видим, иконка стала серой, Бэйн использовал ульт. Все, соответственно, сейчас у него ультимейта нет. И когда она станет вновь зеленой, соответственно, ульт перезарядился. Это нужно использовать в команде и знать, когда нужно врываться, и когда вам может помочь в ваш союзе, когда не может. Ну а следующей фишкой пользуются все опытные игроки, и она явно поможет вам поднять мифика. Если вы не видите никого на карте, и у вас есть подозрение, что вражеская команда может убивать лорда, вам нужно посмотреть на карте вот в эту область, или в эту, соответственно, где заспаунился лорд. И если враги будут пить лорда, вы это будете видеть. Как мы видим, анимация ударов лорда, она появляется, и мы можем пойти и перехватить, соответственно, атаку на лорда. Следующая фишка поможет вам спасти своего союзника, если он попался в ловушку Наны. Вот таким способом вы перехватываете лягушку Наны и оставляете в живых вашего союзника. Ну и самое важное, чем я вам хотел бы рассказать, это промежуточные предметы. Промежуточные предметы, это те предметы, которые могут вам помочь укрепить доминацию на линии, которые можно ударить даже до тапка. К примеру, это булава вампира, либо же молот гнева, или же, если вас сильно пробивают, стальные ножны, латы и много других предметов, которых я сейчас расскажу. Ну и начнем мы с булавы вампира. Для того, чтобы это было более показательно, я снял с себя большое количество здоровья и начну просто бить без никаких предметов зелонга. Как вы можете видеть, хп почти не прибавляется. Но если мы докупаем булаву вампира, то почти каждая наша тычка дает нам плюс и если проходит критический урон, то мы можем видеть даже восстановление здоровья по сотне. Настолько сильно оно помогает на линии справляться. Поэтому, если вы хотите вдруг затарить себе что-либо из предметов, будь то ветер природы или когти хааса, обязательно себе на первый предмет покупайте булава вампира, а дальше уже можете купить себе и сапоги, и ярость берсерка. Главное, чтобы у вас был дополнительный хил. И с этим вы сможете доминировать на линии. Следующий предмет это молот гнева. Если против вас противник затарил в себе ботинок в физическую защиту, то ваш молот гнева будет его нивелировать, и вы также сможете активно пробивать врага. Ну и просто это дает вам дополнительные очки урона. И как вы можете видеть, пробивается с очень большим уроном. Ну а следующий наш предмет это элегантный самоцвет. Покупается он на магов, на тех, кто будет тарить себе впоследствии часы судьбы. В других случаях я его тарить не советую. Допустим, если булаву гнева можно затарить, и потом ее просто продать впоследствии, то этот предмет будет вам бесполезен, если вы не будете тарить себе часы судьбы. Вы просто потратите деньги. Так вот, что он делает? Каждый ваш уровень, вам будет подниматься 20% маны и 20% ваших хп. То есть я поднимаю себе один уровень, и мне за 2 секунды восстанавливает 20% и здоровья, и маны. Следующим предметом у нас будет расплавленная субстанция. Чем же она полезна? И для кого ее берут? Полезна тем, что она дает на ранних стадиях большое количество урона и хитпоинтов, что полезно для таких бойцов, как Фредерин, Бальмонт, или можно взять Нахилоса. Бойцы, которым оно подойдет, разнообразие их большое, и каждому нужно подбирать под свою ситуацию. Но это берется один из промежуточных предметов, как можно закупить просто расплавленную субстанцию и играть с ней до конца матча, не дозакупая шлем. Дальше у нас идут стальные ножные латы, и собираются они очень часто на высоких рейтингах против вражеского АДК, это помогает тебе очень сильно. Ну, так же и на бойцов, соответственно, собирают. Но, в частности, их берут АДК против АДК, чтобы было меньше по тебе урона. Например, если Москва по тебе дает постоянный урон, ты просто покупаешь эти себе штанишки, оффлайт, и по тебе намного меньше урона проходит. Так же против Бет, Рис какой-нибудь можно брать. Ну, против любого физдамагера, который сильно тебя начинает пробивать. Ну, и последним, и так же, наверное, самым интересным предметом на сегодня у нас будет броня неустрашимости, которая в целом почти как древняя кераса, но за 730 рублей. Что... В чем, собственно, их различие? Она на 3% меньше защищает, чем древняя кераса. В ней нету 14 брони, 4 регенерации ОЗ и 920 очков ОЗ. А в целом, это та же самая броня, которую можно брать против Хаябусы, Баданга, Сабера и многих других бойцов с физуроном, которые дают моментальный физурон, и не одной тычкой, а сразу несколькими. Против них это отличный предмет, который ты просто покупаешь один, а дальше закупаешься, как обычно. И самое главное, этот предмет тебя спасает. Если в обычной ситуации тебя могут шотнуть с ульты, то с этим предметом ты выживешь. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ну а главное, если вы знаете какие-либо фишки, пишите в комментарии, и я их сделаю в следующем ролике. Всем удачи!